Сегодня мы беседуем с новатором Батуриной Людмилой Семеновной. Она разработала специальный костюм, который может давать различные бенефиты с точки зрения оздоровления, с точки зрения помощи в различных болезненных состояниях. Причем он сочетает не только эквивалент массажа, но и доставку определенных травяных сочетаний, которые значительно усиливают действие этого изобретения. Пожалуйста, расскажите нам подробнее о вашем изобретении. Значит, началось это все в 2018 году, когда мне назначили операцию Наталена. От операции я отказалась и стала думать, как вылечить эту проблему без операции. Ну вот, придумала такое устройство, которое называется массажный костюм, который состоит из шести или восьми слоев с массажными элементами. И за счет его многослойности сохраняется длительное время, повышенная температура и влажность. Это самое основное. Потому что применяются попажи экстрактов травяных настоев, целебных трав, плюс другие ингредиенты натуральные, все натуральное. Проводится процедура в течение, допустим, 30-50 минут. И достигается эффект за счет того, что цикл процедур, одновременно поступление полезных нутриентов в организм, и плюс легкий массаж, который восстанавливает кровоток, лимфоток. Сейчас я покажу настой, который... Вот такой настой. Это купаж лекарственных трав для суставов, которым я лечила колено. И на данный момент колено вылечено, и я обхожусь без трости. Значит, здесь входит конский каштан, лавр, имбирь, мята, сабельник, можжевеловая ягода. И я еще добавляла три ингредиента сюда. Вот этим настоем, который в горячем виде, проводится процедура. Плюс легкий массаж за счет массажных элементов, которые расположены в костюме. Сделала я 30 сеансов провела. Вот в итоге колено здорово, без операции. Ну, прекрасно. Скажите, в вашем варианте нагнетание давления вручную, не слишком ли это трудно? Ну, во-первых, здесь не нужен массаж, такой массаж, который, допустим, лечебный. Он здесь не нужен. Это не лечебная, так скажем, процедура такая, которая назначается физиотерапевтами, мануалами и все остальное. Это вот сам массаж для того, чтобы вот данный экстракт, он является основным лечебным свойством, средством вернее. Чтобы он глубже проник в глубокие ткани. Чтобы он, допустим, до тех же суставов, за счет повышенной температуры, влажности, это здесь используются два способа. Первый способ – это древнерусский способ, называется укутывание. И второй – это восточная медицина. Это пресс-рефлексотерапия. Все. Понятно. Ну, какие вы считаете шаги, необходимые предпринять для того, чтобы сделать его доступным для людей? Доступным для людей? Ну, он… Нужно изготавливать эти костюмы. Они не сложны в изготовлении. Они не будут дорогими, как, допустим, израильские, французские, японские, корейские. Примерно сколько цена существующих костюмов? И как вы думаете, сколько будет цена такого костюма? Ну, вот костюмы для прессотерапии, только для прессотерапии, то есть для лимфодренажа, они стоят в зависимости от изготовителя, допустим, там в Китае. Ну, там не костюм, там идут отдельные части. Манжет для руки, допустим, там манжет для ноги. А здесь, получается, костюм скафандр. Многослойный, утепленный. Потому что здесь главное – укутывание. То есть нужно долго продержать высокую температуру, ну, не высокую температуру, а повышенную температуру. Достаточно, да. И влажность, да, и влажность. Для того, чтобы организм, вот, как в бане, распарился и пустил нутриенты, полезные вещества, как можно в большем количестве. Ввиду того, что, допустим, вот израильские или французские, там очень много, конечно, аппаратуры нам наворочено, очень разные всякие фишки. Нам этого не нужно. Нам нужно просто, чтобы был легкий массаж. Массажными элементами, которые имеют разную форму. Они могут быть как иголки, они могут быть просто как камешки, они могут быть абсолютно из любого материала. Принцип похож на аппликатор Кузнецова, да? Да, похож на аппликатор Кузнецова, но там иголочки, которые появляются, вот, из самой этой массажной детали. Нам иголки не нужны. Это уже медицина такая, которая требует медицинского образования для оказания данной услуги. Нам нужно просто легкий массаж. Потому что основное лечебное средство все-таки – это купаж лекарственных трав. Не массаж, а именно купаж лекарственных трав. Ну, я не прошу вас раскрывать тайну, какие именно травы, но расскажите более подробно, что это за чудо травы. Ну, это обыкновенные экстракты, СО2, вот, значит, вот я читаю, СО2 экстракт, МА5, купаж. Купаж, здесь собраны травы специально для суставов. Можно такие же подобрать травы для лечения депрессии, для лечения, ну, не лечения, а восстановления организма, для физических нагрузок каких-то больших, для спортсменов снять эти нагрузки, для того, чтобы снять негативные последствия большого города, загазованность, шум и все остальное. Для этого подбираются разные травы, разные купажи. Одному нужно похудеть, а другому нужно восстановить суставы. И вот за счет этих экстрактов происходит восстановление организма. А массаж, сам массажный костюм, для того, чтобы, еще подчеркиваю раз, для того, чтобы поддерживать повышенную температуру и влажность. И легкий массаж для более глубокого проникновения лечебных вот этих трав. Ну, замечательно. А как вы сами подбирали необходимые травы? Методом, так сказать, проб и ошибок? Нет, вы знаете, я связалась с производством, который выпускает эти экстракты. Они производят экстракты для пищевой и косметической промышленности. Вот, посоветовались с их специалистами и подбор трав для суставов. Потому что основной эта проблема моя была сначала суставы. Началось все с этого. А потом уже я продолжила испытывать другие экстракты. для решения других своих проблем. И во всех случаях это помогает. Это вот специалисты, которые разрабатывают эти рецепты для пищевой и косметической промышленности. Они рекомендовали такой состав. Ну, и вообще, я давно уже занимаюсь травами. Мне это интересно. Ну, замечательно. Я буду очень рад, если мы сможем привлечь достаточно интерес инвесторов и тех, кто бы хотел помочь в развитии такого благого начинания. Людмила, большое вам спасибо за вашу работу, за вашу инициативу. И я надеюсь, что ваш труд поможет не только вам самой, но и многим-многим людям. Да, спасибо, Борис. Тут, что мне нравится в этом проекте, в том, что большая возможность разработки, не окра, именно разработки разных составов для лечения, восстановления, омоложения, продления срока жизни, качественного срока жизни человека. То есть, чтобы к старости он, если вы видели логотип на фоне земного шара, это перечеркнутая трость. Человек не должен с тростью ходить. Человек должен быть долго трудоспособным, счастливым, до глубокой старости. Вот этот метод помогает именно в этом. Оставаться долго здоровым. Потому что вы же, как врач, понимаете, что основное – это кровообращение, сосуды нормальные, это лимфоток для очистки организма, кровеносная система с сердцем, я имею в виду. Вот это все я, как человек, как пожилая леди, вот это все я, проводя эти процедуры, с каждым разом все лучше, лучше и лучше. Сейчас мы видим переговоры с еще одним проектом, который тоже работает в сфере медицины. Они разработали приложение, которое диагностирует, вот как раз болезнь из суставов, выводит это все через смартфон в облако, диагностируются улучшения, произошли какие-либо, и потом даются рекомендации. Вот мы хотим вместе поработать, чтобы здесь можно было тоже диагностировать улучшения, какие происходят, и на этом уже дальше рекомендовать своим клиентам либо изменение составов, трав, либо там же это же не только костюм, это целая процедура и с дыханием, после обязательно водные процедуры, обязательно по особой методике, дыхание, ну и, соответственно, обстановка, расслабляющая музыка, свет и все остальное. То есть здесь психоэмоциональный эффект очень важен. Безусловно, безусловно. Еще раз большое вам спасибо, и будем надеяться на комментарии. Я поставлю ссылку под нашим видео, и мы будем стараться продвинуть это изобретение и довести его до широкой общественности. Большое спасибо вам. Спасибо вам, Борис. Очень хотелось бы, чтобы этот проект сработал, потому что это действительно реальная помощь людям. В наше непростое время. Ковид, экология и все остальное. А это натуральное, надо уходить от таблеток химических, синтетических, ближе к природе. Я считаю, что все искусственное, противоестественное для организма. Совершенно с вами согласен. Просто нужно... Что природа дала, тем мы и должны лечиться. Большое спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.